Здравствуйте, дорогие друзья! Большое спасибо Татьяне Юрьевне за приглашение на конференцию, за участие в ней. Тоже постараюсь быть краткой и охватить такие основные моменты нашей деятельности. Так, наше Санкт-Петербургское общественное движение, кстати, мы тоже пациенты, вся наша организация пациентская. Значит, создано наше движение против рака в 2008 году онкологическими больными, родственниками и врачами. За это время мы приобрели много сторонников. Вместе воплощаем в жизнь инициативы, направленные на оказание помощи людям, которые столкнулись с таким серьезным заболеванием, как рак. Ну, коротко скажу, наши цели и задачи, может быть, как у многих организаций. Вот. Общественный контроль, медицинская помощь и поддержка пациентов, чьи права на получение адекватного лечения нарушаются. Взаимодействие с органами власти, получение доступа к современным методам лечения, информационно-просветительская работа среди больных родственников, повышение осведомленности о раке, его профилактике и важности ранней диагностики среди широких слоев населения, повышение доступности онкологической помощи населению, повышение доступности психологической помощи населению. О проблемах в реализации прав пациентов и помощи в решении этих проблем нам уже рассказал Николай Петрович Дронов. Очень интересно. Я, значит, рассказываю, чем мы дальше занимаемся. Каждый год у нас какие-то новые проекты, о которых я рассказывала в предыдущих презентациях. Вот. Поэтому сейчас немножко, значит, повторюсь и дальше расскажу о наших новых проектах. Значит, наше движение против рака является членом Совета по защите прав пациентов и Совета по проведению независимой оценки качества работы медицинских организаций при Комитете здравоохранения Санкт-Петербурга. Это расширяет круг помощи пациентов. Хочется сказать, что в июне 2012 года мы участвовали в церемонии премии призвания и нам присуждена премия в номинации за создание нового направления медицины. И вручен диплом министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой. Наша организация взаимодействует с государственными органами, участвует на всех конференциях, форумах, круглых столах, выставках. Ну, так мы тоже участвовали, значит, в Петербургской неделе «Женщина года», представляли наше движение против рака, за что мы получили диплом, сердечную благодарность сотрудникам за высокий профессионализм и искреннее отношение к делу. Теперь перейду к моей теме. Одним из наиболее значимых направлений нашей деятельности является организация школ пациентов, в ходе которых пациенты получают максимальную, полную и объективную информацию медицинского и правового характера, а также серьезную психологическую поддержку. Следует обратить внимание на то, что в моменты проведения таких мероприятий пациенты общаются и, как показывает наш опыт, впоследствии активно поддерживают друг друга в преодолении серьезного недуга. Нами проведена серьезная работа, благодаря которой окреплен наши связи в самых крупных и известных онкологических центрах. Нам предоставляют для проведения школ свои залы и наиболее подготовленные врачебные кадры. Ежемесячно мы школы свои проводим с 2008 года. В 2013 году мы проводили даже по две школы в месяц. В период 2016-2017 год нам проведено 13 школ для пациентов. Летом мы школы не проводим, отдыхаем, участвуем в других мероприятиях. Посетило у нас эти школы более 700 человек. Школы мы проводим и в городском онкологическом диспансере. Проводили в Первом медицинском институте. Очень любят пациенты ездить у нас на базу диагностической поликлиники номер один Приморского района. Два года мы проводили школы в Российском научном центре радиологии и хирургических технологий. Сейчас мы проводим школы вне онкологии Минипетрова. У нас всегда полные залы и после лекции работаем с обращениями пациентов. Они получают сразу же консультации от врача и юриста и психолога. Общаясь с врачами, узнают, где они работают, как попасть на прием, на лечение. Школы являются важным инструментом формирования доверительного отношения между врачом и пациентом. В наше время это очень важный фактор. Хочется рассказать вам, какие у нас очень интересные и разнообразные темы по школам. Коротко так скажу, да, расскажу. Современные методы лечения лучевой терапии злокачественных опухолей. Гамма-нож, кибер-нож, комфортная лучевая терапия. Эффективность и переносимость лекарственной противоопухолевой терапии. Осложнение химиотерапии. Ракопитание. Иммунная система. Информированное согласие в клинических исследованиях. Как устранить боль. Применение портсистем для больных с онкологическими заболеваниями. Современный подход к химиотерапии. Криохирургии в онкологии. Уход за венами и профилактика флебитов у онкобольных. Все о безопасном введении противоопухолевых препаратов. И много других интересных лекций. Это пациент может только у нас на школе узнать. Значит, также у нас рассказываем на школах пациентам о порядке назначения и выписывании лекарственных средств. Рассказываем про права пациентов. Вопросы правового регулирования временной нетрудоспособности онкопациентов. И рассказываем, как получить инвалидность при онкозаболеваниях. Также у нас по психологической части такие темы освещаются. Способы психологической коррекции сна онкопациентов. Как справиться со стрессами. Психологическая помощь семье. Эффективное взаимодействие с врачами и медперсоналом. Это лишь не все темы лекций, которые у нас на школах освещаются. Очень хочется отметить тесное сотрудничество наше с НИИ онкологией имени Петрова. Они предоставляют зал для проведения школ профессиональных онкологов и психологов. Конечно, это и заслуга директора Беляева Алексея Михайловича, и доктора медицинских наук, заведующего научным отделом инновационных методов терапевтической онкологии, и реабилитация Семиглазовой Татьяны Юрьевны. Реабилитация у нас немножко мы расширили круг нашей реабилитации. В 2016 году мы организовали благотворительную поездку группы из 42 онкологических пациентов на Соловецкие острова. В ходе данной поездки пациенты ознакомились с достопримечательностями этого удивительного места. Пациенты смогли причаститься и получить благословение в Соловецком монастыре. Пациентам это очень понравилось. Они до сих пор это все вспоминают и просят нас организовать для них другие акции. И поэтому мы в этом году, в 2017 году, к женскому дню 8 марта, провели акцию для онкологических пациентов под названием «Праздник для красавиц». В рамках праздника каждому участнику был сделан бесплатный профессиональный макияж, укладка волос и проведена фотосъемка. Работали с пациентами талантливые молодые визажисты, бровисты, фотографы, фотостудия. Это оказалось очень интересно не только пациентам, их у нас пришло 25 человек, но и визажистам. Они думали, что если у человека онкология, то он не такой, а какой-то другой, потому что понятия у людей, что онкология совершенно разные. Но после встречи с пациентами удивленно делились с нами. Какие-то прекрасные люди все, позитивные, веселые, красивые, но борются они за жизнь и не сдаются. А это здорово. Далее, недавно мы провели также по просьбе пациентов школу красоты и женственности. На ней имидж стилист, автор, руководитель проекта, рассказали и научили пациентов, как правильно одеваться по фигуре, чтобы чувствовать себя уверенной, какие цвета подобрать по типу лица, как полюбить себя. И это тоже реабилитация и возвращение к качественной жизни. Наша организация в этом году исполнилась 10 лет. Но за 15 минут невозможно рассказать, что с нами было сделано. Очень много. Это было освещено нами в предыдущих презентациях. Я очень рада, что сейчас растут организации в помощи онкологическим больным. Они все разные, но цель у них одна, чтобы онкологический пациент не чувствовал себя брошенным и ненужным. Все. Спасибо за внимание.